видео подготовлено сайтом online gdz.net всем привет рассмотрим с вами задачу из учебника алгебра седьмой класс авторы мерзляк полонский и кир под номером 106 в одной цистерне было 200 литров воды а в другой 640 литров когда из второй цистерны использовали в два раза больше воды чем из первой то во второй осталось три раза три с половиной раза больше воды чем в первой сколько литра воды использовали из каждой цистерны и так мы не знаем сколько из первой цистерны и сколько из второй цистерны использовали но мы знаем что из второй цистерны использовали в два раза больше поэтому из первой цистерны в два раза меньше пусть из первой цистерны использовали x литров воды так как из 2 в 2 раза больше то это будет 2 x литра Итак, в первой цистерне было 200 литров. Использовали х литров. Использовали – это какое действие арифметическое? Конечно, вычитание. Поэтому, чтобы узнать, сколько осталось, нам нужно из первой цистерны 200 литров вычесть х литров. Получаем 200 минус х литров осталось в первой цистерне. Во второй было 640 литров. Использовали 2 х литра. Значит, в ней осталось 640 минус 2 х литра. И мы знаем, что во второй цистерне осталось в 3,5 раза больше. Как найти большую величину, если известно, во сколько раз она больше? Чтобы найти большую величину, нужно меньшую величину умножить, в данном случае, на 3,5. И мы с вами получим уравнение. 640 минус 2 х равно 3,5 умножить на 200 минус х. Ну, а теперь распишем все это. Пусть из первой цистерны использовали х литра воды. Тогда в ней осталось 200 минус х литров. А из второй использовали 2 х литра воды. И в ней осталось 640 минус 2 х литра. Поскольку во второй цистерне осталось в 3,5 раз больше воды, чем в первой, то имеем уравнение. Итак, большая величина у нас 640 минус 2 х равна меньшая величина, умноженная на то, во сколько раз она меньше. 3,5 умножаем на то, сколько в первой цистерне. 200 минус х. Все решаем уравнение. 640 минус 2 х оставляем без изменений. В правой части раскрываем скобки. 3,5 умножаем на 200. 3,5 умножить на 2 – это 7. И дописываем 2 нуля. Получаем 700. 3,5 умножаем на минус х. Будет минус 3,5 х. Минус 2 х оставляем в левой части. И переносим из правой части минус 3,5, меняя знак на противоположный. Будет плюс 3,5 х. 700 оставляем. И переносим 640. Из левой части уравнения в правую, меняем знак на противоположный. Будет минус 640. Минус 2 х плюс 3,5 х. Больше модулю положительного числа. Значит, результат положительный. Теперь от 3,5 отнимаем 2. Получаем 1,5 х. От 700 отнимаем 640. Получаем 60. Разделим обе части уравнения на коэффициент перед х. На 1,5. Если мы обе части уравнения делим на одно и то же число, отличное от нуля, потому что на 0 делить нельзя, то корень уравнений не изменится. Слева останется х. А справа, чтобы разделить на десятичную дробь, и делимое, и делитель умножаем на 10. И тогда 600 делим на 15. Получаем 40. Итак, 40 литров воды это использовали из первой цистерны. Вопрос задачи. Сколько литров воды использовали из каждой цистерны? А из второй мы знаем, использовали в 2 раза больше. Значит, 2 умножаем на 40. Получаем 80 литров воды. Использовали из второй цистерны. Сделаем с вами короткую проверку. Итак, в первой цистерне было 200 литров. Использовали 40. В ней осталось 200 минус 40. 160 литров. Во второй цистерне было 640 литров. И использовали 80. 640 минус 80. Получаем 560 литров. Узнаем, действительно ли 560 больше, чем 160 в 3,5 раза. Разделим 560 на 160. 560 делим на 160. Берем по 3. 3 умножаем на 0. 0. 6 у 3 – 18. 8 пишем. 1 запоминаем. 3х1 – 3. И 1 запоминали – 4. 0 вычесть 0 – это 0. От 16 отнимаем 8. Это 8. И от 4 – 4 – 0. Целая часть закончилась. Ставим запятую. И сносим 0. 800 делим на 160. Берем по 5. 0 умножаем на 5. Это 0. 6 у 5 – 30. 0 пишем. 3 запоминаем. 5 у 1 – 5. И 3 запоминали – 8. Действительно, во второй цистерне в 3,5 раза больше, чем в первой. Значит, мы решили правильно. Можем записать ответ. 40 литров воды использовали из первой цистерны, 80 литров из второй. Все, мы решили с вами задачу. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.